ну что ж всем здравствуйте сегодня у нас в обзоре будет windows short horn это сборки основанные на windows xp и windows server 2003 свечами от лонгхорна хотя существует версии шорт хорна которые этих фишек не имеет и у всех сборок шорт хорна имеется ядро windows server 2003 что же приступим покажем сначала пару сборок а потом на примере одной из них будет установка показываю версию шорт хорн 5219 это единственная 6 из выпущенных 64 битных сборок экран загрузки стандартный почему-то зато экран входа как у windows 300 бета 1 хоть его и я поменял вот мы загрузились в нашу сборочку давайте заглянем в компьютер тут проводник точь-в-точь как сборки 5219 и меню пуск такое же ну да автор молодец пирка панель управления вот смотрите панель управления выглядит тоже как в бета-версии windows фиста посмотрим игры игры тоже из сборки 5219 но так как у меня виртуал бокс их невозможно запустить вот критическая ошибка она и был тупой пирик xpd девайс туридер рендер ту так но у проводника есть один акт дарт если пытаемся копировать файл звучит этот звук что для копирования файлов при теперь или перемещении придется устанавливать тотал командор вот вот минус этой версии шорт хорна и еще я могу сказать еще один минус всех всех версий шорт хорна у них нет русского языка да да придется дыру сифицировать очень сложно вот сюда должны были медиа-центр добавить но не добавили я пытался но ничего не вышло вот портировали даже контру родительский контроль в этом меню пуск даже поиск есть и здесь не так как в xp а так как в бета windows фиста забыл еще отметить даже даже эти линии будут меняться то есть полосы в связи с выбором как у каждого каждого здесь выбором как какой-то библиотеки сорян за сорян за за пинку вот похоже на все похоже все что я хотел показать в этой сборке выключаем и переходим к другой сборке вот показываю другую сборку шорт хорна версия под названием шорт хорн 4015 вот все фичи портированы из 4015 сборки лонг хорна боковая панель панель задач тут даже настройки панели задач и меню пуск портировали тут даже не не отличить от оригинал нова лонг хорна вот даже проводник как вон хорне выглядит вот показываем и диски хотя буквы почему-то не показаны вот меню пуск выглядит как в лонг хорне но у этой сборки тоже есть нюанс который может быть не во всех сборках а может быть и во всех некоторые программы браузеры не запускаются вот ошибка и еще я же говорил что эти сборки основаны на windows xp и windows server 2003 так вот я показываю вот настоящий номер сборки всех версий шорт хорна 3790 как windows server 2003 но почему-то тут сервис пак 3 а для 3790 сборки есть только максимум два сервис пака похоже сервис пак портировали ну что ж пока завершён а и и забыл еще показать тут даже экран входа полностью портирован сюда ну вот теперь показ завершён выключаю и переходим к установке шорт хорна на примере одной из версий вот мы начинаем установку одной из версий шорт хорна я уже поставил так что отмена я выбрал для установки четыре тысячи одиннадцатую сборку и через шорт хорна вот новый экран начинается установка вводим ключ продукта вот ключ продукта у всех версий одинаковый нажимаем далее и кстати отметим еще одну вещь если открыть командную строку нажатием shift f10 мы увидим что предустановочная среда основана на предустановочной среде windows vista сервис пак 2 вот номер сборки а теперь соглашаемся далее выбираем место установки далее имя оставлю какое есть нажимаем далее и пошел процесс установки вот прошел первый этап установки перезапускаем ждем вот экран загрузки и лонг хорна пошел опять перезагрузка ну теперь я смогу теперь давайте перейдем в полноэкранный режим пошел экран загрузки экран входа с часами как в лонг хорне как в лонг хорне как в лонг хорне вот звук запуска прошел давайте подождем еще немного вот рабочий стол почти прогрузился уже прогрузился вот новые уведомления из 2011 лонг хорна давайте включим новую панель задач вот теперь она как в четыре тысячи пятнадцатой сборке лонг хорна ну еще поменяем региональные настройки нет это не надо вот все выбираем рус выбираем русские настройки страна россия применяем и после применения у нас добавилась русская раскладка теперь теперь попытаемся добавить звук управление гром иконку управления громкостью на боковую панель вот уже открылось выбираем плейс волюм айкун и такс бар и вот мы предварительно настроили шорт нашу сборочку погромче сделаем даже на всякий случай поставим результат 32 бит чтобы было получше вот мы настроили а теперь попробуем установить гостевые дополнения заходим заходим вот настройка гостевых дополнений директ 3d не можем включить в виртуал боксе сейчас но гостевые дополнения установится так как сборка основана на стабильной версии windows вот установка прошла успешно перезагружаем вот экран входа почему-то изменился размером опять пошел экран загрузки сейчас у нас картинка должна растянуться вот растянулась картиночка вот почему-то неправильно отображается загружаем проводник вот мы перезапустили проводник кстати еще забыли часовой пояс поменять поменяем на наш такой какой у меня вот теперь мы точно все настроили ну все фичи портированы все вот новые настройки боковой панели и панели задач давайте посмотрим какая у нас версия а неправильно вел вот а же сборка 3790 и видимо вон когда в лонгхорне такое ставили вот это то будто пред предсказывали год окончания разработки висто как раз таки закончили разрабатывать в 2006 тут опять же как в лонгхорне все а вот в каждой сборке шортхорна кстати файлы пользователя хранятся не в папке документ сеттингс а в папке юзерс как в windows висто и позднее вот все красиво ну что я могу сказать про сборку шортхорн в целом плюсы в сборках в некоторых сборках интерфичи из лонгхорна портированы подойдет тем подойдет любителям лонгхорна и тем кому нравится windows xp второе так как сборка основана на стабильной версии windows проблем с установкой драйверов не должно возникнуть в третьих можно установить даже на старые компьютеры ну и про минусы конечно нет русского языка некоторые фичи не запускаются и некоторые программы браузеры тоже могут не запуститься в некоторых сборках а на этом все всем спасибо всем удачи всем до свидания спасибо спасибо